Всем большой-большой привет! Сегодня мы с вами поговорим на исключительно женскую тему. Какая-то муха у меня тут летает. Если она не будет нам мешать. Сегодня я вам расскажу про свою коллекцию средств для маникюра. Назовем это так. Мои лаки, вообще чем я пользуюсь и так далее. Вот чем я горжусь, так это эти. Мне кажется, у меня действительно сложилось уже годами. В принципе, она не меняется, исключением одного-двух лаков. Такая миним... Ой, что-то у меня тут пролилось. Минималистичная такая коллекция средств для маникюра. Вот. Давайте я и начну тогда с того... Аааа, у меня сейчас тут все... Ауч, 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 протекла жидкость. Значит, в принципе, она у меня не сильно меняется с годами. И на самом деле, если вы смотрели какие-то мои видео старые, то для вас здесь вряд ли вообще будет что-нибудь новенькое. Но все же я решила переснять это видео, потому что были запросы. Давайте я начну с жидкости для снятия макияжа. Она у меня вот сейчас немножко что-то пролилась. Это вот такая вот жидкость от Mineral Fusion. Ссылки все я оставлю под видео. Вот. Я вообще иногда делаю шелак. Примерно два раза в год. Иногда меня накрывает весной. И 100% всегда в новогодние праздники я еду в Москву, или там, куда мы там едем, с шелаком. Остальное время года я либо вообще не крашу ногти, либо вот наношу лак. Вот как, допустим, сейчас у меня на ногтях. Итак, жидкость для снятия лака это такая без ацетона, не сушащая. В общем, вот это такой бренд Mineral Fusion. Такой бренд, который как бы специализируется на более-менее нетоксичных средствах для ногтей. В общем, вот эта вот жидкость, это у меня уже вторая или третья баночка. Здесь покупать их негде, поэтому я привожу из Канады. В принципе, я мало что покупаю здесь вообще. Вот. Хотя на самом деле, надо сказать, в защиту Черногории стоит сказать, что с годами здесь становится все лучше и лучше. И даже сейчас уже можно здесь купить очень многое что. Вот. Но бренд, которым я... Давайте я вам сначала расскажу лаки, про свои лаки. В общем-то, да, выглядит вот так. У меня вот такой вот пастероганайзер. Вот он. И здесь у меня все... То есть все, что у меня имеется для ногтей, хранится здесь. Ну, еще у меня есть пилочка для пяток, но она хранится в ванной. В общем-то, это такой маленький органайзер. У меня здесь цветных лаков. Раз, два, три, четыре, пять. И вот шестой – это OPI. В принципе, здесь у меня собраны средства одного практически всего бренда. Ну, трех. Два средства у меня не относятся к ним. Все остальное у меня один-один-один бренд. Давайте я вам сначала покажу свои лаки, а потом уже все остальное. С годами Настюшка Лопатушка пришла к тому, что, в принципе, в быту мне не нужно много лаков. Если я хочу каких-то экспериментов, я пойду сделаю, в конце концов, себе маникюр, либо поставлю шелак. Но в целом мне нужно вот, вот, еще вот такой у меня бордовый, это я вам в конце покажу. Вот, это все лаки, которые мне нужны. Потому что в реальности я пользуюсь, вот, на самом деле, опять же, если вы смотрели мое самое-самое первое видео об этом, мне кажется, уже эти лаки все я показывала, если честно. Вот. Но я вам вставлю здесь видео, где вы можете посмотреть предыдущие мои лайки, на эту тему видео. Я все это привезла из Канады, ничего нового я еще не обновляла. Хотя уже пора, на самом деле, по сроку годности и по тому, сколько у меня осталось лака. Чтобы лучше смотрелось, я буду сбалтывать. Лак номер один. Это вот такой вот нюдовый, красивый розовый цвет. Он у меня сейчас на ногтях. Это фирма Butter London. Я уже, по-моему, про нее где-то упоминала, где-то про нее уже говорила. Butter London. Это, в принципе, тоже бренд, который специализируется на лаках, которые стараются делать нетоксичными. Есть у меня такой легкий пунктик, но на самом деле, в общем-то, для меня это не так важно. Я не так часто крашу ногти. Ну, как раньше, во всяком случае, чтобы мне на эту тему прям заморачиваться. Но лучше так. Плюс мне нравится, у них хороший расход, хорошее качество, хорошо ложатся и так далее. Короче, Butter London. Первый оттенок у меня называется Teddy Girl. Вот такой вот нюдовый. Нюдовый. Осталось, может быть, у меня есть меньше трети. Уже года три или четыре всем этим лаком. Дальше красный. Красный я вообще очень люблю лак. Я люблю красную помаду. Нашу, кстати, не часто. Больше в поездках, но тем не менее. И вот красный лак, естественно, тоже должен быть, мне кажется, вы вообще в обиходе любой женщины. Если у вас нет красного лака, вы не женщина. Вот. Но, в общем, да. Поэтому вот у меня такой называется Pillar Box Red. Вот такой вот красный, классический. У меня такого же цвета и помада. Холодный красный оттенок. Красный я люблю холодные оттенки. Если вам будут теплые, то, соответственно, берите красный теплого оттенка. Дальше бордовый. И здесь у меня произошел легкий миссендерстендинг. Как вы видите, у меня два бордовых оттенка. И, в общем-то, они очень похожи. Но вам оттуда, наверное, кажется, что они сильно похожи. В реальности нет. И тут, в общем, я решила, что мне нужно два бордовых оттенка. Я очень их люблю, особенно в зимний период. Вот так, наверное, вам будет хорошо видно. Этот теплый, этот холодный. Вот и вся разница. Вот, хотя очень похожи оттенки, только больше фиолетовый. Это более винный. Ну, назовем так, винные оттенки в осенний-зимний период я очень люблю. Вот. Ну, весной тоже иногда хочется одеть. Часто я вот этот вот лак, ну, вот эти вот оттенки кладу себе еще, накладываю, или, как сказать, крашу им ноги. Мне кажется, педикюр очень красиво смотрится с такими вот лаками. Дальше два лака, которые для вас выглядят вообще абсолютно одинаковые. Но, на самом деле, вот этот коричневый, а этот черный. Это у меня новинка относительно, мы же ей всего там пару лет. Черный. Вот эти черные, мне кажется, у меня уже закончился. Мне кажется, его надо будет обновить. Сейчас муж поедет в канаду, попрошу его купить мне черный оттенок. Я очень люблю черные ногти. Очень люблю черные ногти. У себя, у других женщин, на ногах, на руках. Мне кажется, черный, это прям такой, знаете, как вот новый красный. То есть он идет всем, он идет подо все, он всегда смотрится очень ярко, очень ухоженно, очень стильно, нейтрально. Он выделяет ваши ногти, он выделяет ваши украшения. Он вообще, он вообще невероятно классный оттенок. Поэтому мне кажется лично, что черный должен быть тоже у каждой женщины. Вот. Ну, есть как бы тема, многие не носят черный цвет из-за его энергетической составляющей. Я на эту тему, честно говоря, не очень парюсь. И коричневый. Коричневый просто иногда мне не хочется носить черный, потому что на ногтях он будет более коричневым, чем сейчас. Ну, то есть вот, мне кажется, вот у вас на видео будет вообще одинаково абсолютно. Лаки, они нет, они разные. Просто иногда мне хочется коричневого, вовсе не черного. Но он такой тоже достаточно глубокий, насыщенный цвет. Слушайте, я вам цвета-то не назвала, ку-ку. Так, бордовый, который Баттер Ландон. У меня все эти лаки, все одного бренда. Называется Руби Мюррей. Мне кажется, я уже наизусть знаю все эти названия. Дальше. Опи Ай, вот этот фиолетовый, он называется Get Cherried Away. Вот. Черный лак называется Union Blackjack. И коричневый называется Lamos. Вот. Это лаки. В принципе, мне кажется, если вы среднестатистическая женщина, которая только начинает увлекаться маникюром или, не знаю, в общем, хочет такой прям минималистичный-минималистичный маникюр, мой совет завести вот эти три лака. Вот я бы, наверное, даже вот этими тренях вполне бы обходилась. Но иногда хочется все-таки хоть какого-то разнообразия, поэтому у меня их чуть больше. Шесть, или сколько у меня? Шесть штук, да? Это должен быть бордовый. Это должен быть черный цвет, нейтральный и красный. Вот. Вот этими тремя, мне кажется, это прям такой идеальный минималистичный набор на все случаи жизни, на все времена года, на любое время года, на любую погоду и на любой аутфит. Вот эти три, нюдовые, красные и черные, должны быть вообще у каждой женщины. Опять уж, если у вас их нет, вы не настоящая женщина. Вот, вот так вот я заявляю. Дальше. Уходовое средство. Ну, давайте. Средство для кутикулы. Вот такое вот у меня тоже от Баттер Ландона. Кутикула для умягчения кутикулы. Тут у меня вторая уже баночка. Очень мне нравится. Нравится. Хорошо размягчает и можно удалить. Но в какой-то период, я не знаю почему, у меня появился еще такой вот второй. Тоже. То ли я где-то была себе купила. Короче, не знаю, откуда он у меня, почему их у меня стало два. Вот. Не могу, если честно, вспомнить. Но может быть. Может, мне кто-то отдал. Вот такой вот тоже от Mineral Fusion, той же фирмы, что у меня снятие для ногтей. Тоже вот такое масло для кутикулы, которое ее размягчает, ее можно удалять. Я кутикулу обрезаю, отодвигаю, обрезаю. Ну, на всех ногтях по-разному. Ну, в общем, обрезной себе делаю маникюр. Вот. Не пользуюсь им, если честно. Потому что использую этот, мне нравится вот этот вот. Ну, не знаю, держу на всякий случай. Опять же, здесь Черногория я такое не куплю. Здесь это не продается, эти бренды. Поэтому я привыкла к ним. Они все-таки такие более-менее натуральные, если так можно выразиться. Поэтому держу на всякий случай. Это у меня осталось не так много. Когда закончится, мне надо будет бежать с мученными глазами и думать, где мне это купить. Ну, все будет. Вот. Дальше. База под маникюр. Вот такая вот у меня база, которую я не могу открыть. Вот. Вчера не смогла. А, нет, я смогла. Это, ну, праймер. Праймер обычный праймер. Вот он. Никак не называется. Просто Butter London Primer. Все. Вот я его использую. Дальше. Когда у меня ногти только-только после шелака, как вот, например, сейчас, где-то месяц назад, может быть, я сняла чуть меньше, я использую вот такой вот увлажнитель для ногтей. Увлажняющий тинт. Я не знаю, что это. Вот. Ну, такая лечебная штучка тоже от Butter London. Редко я ее использую именно как... Я их все взбиваю, чтобы они выглядели симпатично. На самом деле у меня везде половина или меньше. Ну, чтобы как-то хоть как-то лечить ногти. Вот. И последний, это вот от фирмы Naked. У меня вот такой вот... А, sorry, от фирмы Zoya. Naked Manicure Glossy Seal. Я не знаю, это как вот типа топовое покрытие. Кстати, купила здесь в Черногории. У меня закончился мой от Butter London. Я такая, как говорится, с выпущенными глазами искала, где что купить. Ничего не нашла. В итоге взяла. Это нравится. Вообще, ну, вот. Лаки Zoya я не пробовала. Вот это единственное у меня средство от Zoya. Ну, нравится. Нормально. Дает такое, мне кажется, неплохое сияние. Ну, и дальше. У меня остались всякие приспособления для маникюра. Почти все я покупала, кстати, здесь. Видите, я зря наговорила на Черногорию. Кое-что здесь купить можно. Ну, во-первых, вот такие штучки. Кто делает себе педикюр, педикюр знает, что это такое. Это для педикюра. Ну, мне так удобно красить. Дальше. У меня здесь 4 пилочки. Одна. Это у меня вот после маникюра я делала в Москве. В салоне пальчики мне дали. Я ее такую иногда ношу с собой. Такая у меня вообще. To go. И вот у меня их 3 пилочки. Значит, вот это такая для шлифовки. Покупала, кстати, здесь от фирмы OPI. В одной аптеке тут продается. В порта 100, 180. Ну, как это, полировать педикюрные ногти. Педикюр, маникюр. В общем, такая двусторонняя. Вот. Дальше. Вот. 240 тоже от OPI. Это, как это, грит? Я не знаю, как это называется. Грит, в общем, вот этот вот. Это для маникюра у меня. Вот. И форма очень удачная. Очень вообще нравятся мне эти пилочки, если честно, от OPI. И вот такая вот у меня еще есть. Это 180-400. Кажется, это для педикюр, для ногтей на ногах. Они такие более грубые, соответственно, у всех. И нужно вот это вот число поменьше. Вот. Щипчики, щипчики у меня Stalix. Классик 10-6 мм. Не знаю, Stalix вот такие. По-моему, это мне кто-то когда-то говорил, что это белорусская фирма, но я не уверена. Дальше тоже у меня есть такой корректор от фирмы Pink Up. Ну, вот который, знаете, в растворителе мочишь и убираешь лишний лак с ногтей. Пользуюсь каждый раз. Ну, и тут вот у меня всякие такие вот палочки для отодвигания кутикулы. Такая вот пластиковая с резиновым наконечником. Апельсиновые палочки. Какая-то вот такая, я не знаю для чего. Ну, в общем, как-то так. Вот. Все это я использую. Давайте сейчас сложу обратно, как было. Что вам рассказать? Маникюр я делаю, не знаю, насколько часто, раз в неделю. Я не знаю, обычно я его делаю по субботам. Как-то мне вот так удобно, уже прижился у меня этот день. Не знаю, делаю сама. Я люблю его делать себе сама. Я не знаю, мне кажется, что мне не нужны никакие тут специалисты, так сказать, в области маникюра, чтобы самой себе сделать обрезной маникюр с покрытием лак. Что же касается шелака, как я уже сказала, что, ну, иногда пару раз в год я могу себе позволить сделать шелак. Недолго, ну, стараюсь не больше двух месяцев с ним ходить. Вот так это выглядит. Моя штучка. Вот, стараюсь не больше двух месяцев ходить, чтобы ногти отдыхали. А вообще, мне кажется, шелак ногти портит. Вот. Ну, собственно, и все. Вот так вот. Да, форму я всегда себе делаю такой вот полукруглый квадрат или как это называется, пальцы у меня короткие какие-то. Но мы никому об этом не скажем. Вот. Все. Вот моя минималистичная косметичка с лаками. Расскажите, какие цвета любите вы, какие бренды для лаков предпочитаете вы. Мне интересно, может, чем-нибудь новенькое для себя открою. Желательно, если вы что-нибудь не можете посоветовать из вот такого плана не очень токсичных лаков. Была бы очень признательна. Пока. До встречи.